Так, за Путина вбрасывали плюс 20 миллионов бюллетеней. Путина вбрасывали плюс 20 миллионов бюллетеней. Заявил директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Минобороны Франции ответила. Эта информация не соответствует действительности и является частью систематического использования массовой дезинформации, широко применяемой РФ. Вот у нас одна идеология. Русский мир. Российским и белорусским спортсменам запретили участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже. А все из-за этой обиженной кремлевской моли. Да, было бы смешно, если бы не было так грустно. Новосибирск. Мягкая оккупация. Русских притесняют. Путин, введи войска. Защити сибирский народ. На этих двух улицах осталось всего 80 семей из тех, кто жили здесь раньше. Остальные места, квартиры, дома заняты приезжими в нашу страну людьми, которые не признают наши законы. Представляете, кошмар. Которые насаждают нам свои законы, порядки, обычаи. Чуждые для нас, непонятные нам. Вот смешно, как в детском саду просто. При этом идет тотальное нарушение и презрение законов Российской Федерации. Русских угнетают. 18 марта в Энгельсе, откуда взлетают самолеты запускать ракеты по Украине, в многоквартирном доме женщина вместе с унитазом и полом провалилась в затопленный канализационными стоками подвал. Видимо, это и есть тот самый путинский прорыв. Родные мои, понимаю, как вам нелегко. Но сейчас нужно еще потерпеть. Белгородская область России сейчас живет почти так же, как два года назад жила Харьковская область Украины. Не всегда есть вода и свет, каждый день ракетная тревога, на улицах взрывы, а в магазинах нет товаров первой необходимости. Сегодня утро, как всегда, по-прежнему громкое. И вчера был день громкий. Я сейчас еду в магазин, дети попросили окрошку, надо что-то есть, готовить. Просто ничего, ни огурцов, ни помидор, ни фруктов детям на той стороне, вообще ничего нет. Я поеду сейчас еще в один магазин съезжу. Но что-то, знаете, вообще не айс. То есть товара в первой необходимости нету вообще. Нету ни мяса, колбасы, там или вот огурцы, помидоры, лук репчатый, морковка. Этого вообще нету, понимаете, полки пустые. Обалдеть. А в Киеве, где идет война уже два года, мне присылают ролики, все есть, и никто не ворует. Вот магазин овощи и фрукты на вот такой вот проходной аллее. Киев. Люди спокойно проходят. Вот идут оттуда люди, сюда идут люди. Спокойно проходят. Никто ничего не берет. Смотри цены. Помидоры, черри. Три доллара килограмм. Простые другие помидорки. Перц. Все лежит. Никто не охраняет. Человек подъехал на велосипеде, оставил велосипед, дошел внутрь, покупает овощи, фрукты. И выйдет, заберет и уедет спокойно. Это Киев. Аплодирует стоя. Нелегитимный. Рассказывает, что граница, как всегда, на замке. За последнее время многое сделано для укрепления государственной границы. Особенно участков, которые фактически находятся в районах боевых действий. Пограничные органы укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой. Результаты мы видим. Результаты мы видим. Враг едва спасся паническим бегством. Твердо и четко. Все попытки прорыва на нашу территорию, диверсионно-технических банд, все эти попытки провалились. Белгород, в котором все попытки провалились, и Белгород, в котором сегодня объявили эвакуацию 9 тысяч детей, это один и тот же Белгород. Большое количество сел на сегодняшний день мы обселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Гороворонского района. 22 числа 1200 детей едут в Пензу, в Тамбов и в Калугу. Вот это видок у помощника губернатора. Сразу видно, все попытки РДК провалились. Остановитесь! Также белгородцы жалуются, что СМС о ракетной опасности приходят уже после обстрелов. Хотя и обстрелы, и рейды вооруженных противников Путина в Белгородской области идут уже неделю. Но власти дали отмашку именно после выборов, считает эксперт. Эвакуация во многом связана, я думаю, больше именно с обстрелами и с тем общественным давлением, которое оказывается на местную власть и на, собственно, лично Гладкова местными жителями, которые ощущают, что их просто забыли, на них все наплевали. Их бомбят, обстреливают, атакуют, но никто ими не занимается. Федеральное министерство обороны каждый день рапортует, что на белгородском направлении все попытки проникновения диверсантов через границу пресечены. Враг понес огромные потери. 100-200 человек в день. И системы ПВО успешно отбивают ракетные атаки. Средствами противовоздушной обороны сбиты вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, 143 украинских беспилотных летательных аппарата, а также 22 реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и «Град». Три реактивных снаряда «Ураган», реактивный снаряд «Хаймарс». Да что ты, черт побери, такое несешь. Отдельно стоит отметить украинскую боевую машину реактивной системы залпового огня «Вэмпая» чешского производства. В околовоенных СМИ россияне жалуются, что чешский аналог установки «Град» эффективно бьет на 42 километра, и его неуправляемые ракеты с повышенными показателями скорости долетают до околиц Белгорода из Украины всего за минуту. Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением РСЗО «РМ-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе 9 снарядов над Белгородской областью. 9 сбитых снарядов – это цифры для граждан. А вот военное значение таких ударов по военным объектам. «РМ-70 «Вампир»» за раз выпускает не 9, а 40 неуправляемых ракетных снарядов. Чтобы их сбить в Белгородской области, нужны зенитно-ракетные комплексы – либо С-400, либо БУК-М-3. А они сейчас нужны на оккупированных территориях Украины. Поэтому Россия использует зенитные установки «Панцирь-С-1». Их тоже не так много. Но каждая из них может сбить только 3-4 снаряда от «Вампира» из 40. Поэтому сбивают не все. Но в официальных сообщениях в Белгородской области есть только успехи федеральных войск. Потерь в вооруженных силах России нет. Редактор субтитров А.Семкин